Добрый день, уважаемые коллеги. Компания Директ Медиа в лице проекта, вот нашего нового проекта Директ Академия. Рада вас приветствовать на очередном вебинаре. У нас в гостях наша очаровательная Татьяна Викторовна Терегина. Она является теперь уже нашим сотрудником. Начинала свою работу, если вы знаете, с прошлого нашего вебинара, с того, что прошла курс обучения. Поэтому увлеклась нашими проектами и стала уже автором нескольких онлайн курсов и ведет обучение в нескольких своих онлайн курсах на нашей платформе lms.biblioclub.ru. Итак, все уже услышали, проверили звук, поставили спасибо, уже стали представляться, знакомиться. Я обратил внимание на Шелиха в Иркутской области, в этом замечательном месте. Я когда-то был, был не один раз по военной службе, в Забайкальский военный округ. Ну и все остальные коллеги, которые здесь присутствуют, пишут о себе. Мы рады вас видеть. Тема видна на экране. Мы сегодня вопросы методики, технологии и практики применения блогов рассмотрим совместно. Мы не будем вам давать готовые методики, мы сегодня выработаем за 60 минут этого вебинара. Сразу информируем, что сертификат участника вебинара можно получить по этой ссылке. Кроме того, этот вебинар проводится, он уже второй по счету, в рамках ознакомления с интеллектуальным конструктором успеха в онлайн обучении. Есть такой у нас курс, который так и называется. Вот видите описание его на экране. Технологии креативного онлайн обучения. На самом деле там может быть не только одно онлайн обучение, а поддержка с применениями онлайн технологии. Не только LMS Moodle, но и любая другая платформа. И мы предлагаем вам это сделать совместно в нашем специальном курсе. А сегодня мы рассмотрим вместе с вами некую теорию. Причем рассмотрим совместно. Без теории практика мертва. И вот в нашей группе профессионального дистанционного обучения сейчас идет очередная яростная дискуссия теоретиков и практиков, кто из них важней и нужней. Мы с Татьяной Викторовной давно уже придерживаемся позиции целостного подхода, принципа целостности. И теория, и практика. Мы методика и технология тут. Итак, давайте сформулируем, исходя из многих из нас известным требованием системного анализа у всех высшее образование, знаем, что такое системный подход, постановку задачи в управлении обучением. В чем заключается смысл задачи успешного обучения и онлайн обучения в частности. Возможно, это будет наш первый результат. Вот мы с Татьяной Викторовной, а она, я и так слова и не дал поздороваться, Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Николаевич. На пятой минуте, уважаемые коллеги, всем добрый день. Я имел ввиду коллег. Мы с Татьяной Викторовной видим теоретическую постановку задачи, что такое успешное обучение. Во-первых, это достижение, иногда минимального, но чаще всего максимального результата. Например, минимизировать брак, это тоже может быть постановкой задачи. А выпустить больше хороших деталей, это максимальный результат. Хороших деталей, да. Но иногда говорят, нам не надо хорошего, нам надо минимизировать брак. Это тоже частный случай. Стратегии избегания. Вы штампуете, брак допустимый, но в нем должен быть заданный какой-то минимальный уровень, ниже которого нельзя опускаться. При заданных условиях деятельности, я тоже здесь ставлю вопрос, как вы видите, учителя, а может быть преподавателя, тренера, специалиста, сотрудника, в том числе сотрудника библиотеки, здесь они точно присутствуют, я это знаю, сотрудника или всего подразделения, то есть коллектива или целой организации. Итак, достижение результата при заданных условиях деятельности какого-то субъекта или группы субъектов. Три момента. И везде коллеги я ставлю знак вопроса. Никакого открытия в этом определении нет. Это классическая постановка задачи системного управления. Что-то добиться при каких-то конкретных условиях, это константа принимается в расчетах, для какой-то конкретной ситуации. Все остальное не рассматривается. Это очень удобно. Итак, возможно, первый результат мы получили, но, уважаемые коллеги, что такое максимальный результат? Да, Татьяна Викторовна? Мы его озвучили. Мы его озвучили. Дальше мы говорим, что же такое максимальный результат? Для кого-то это максимальная успеваемость. Допустим, повысить балл ЕГЭ в библиотеке, повысить на какое-то количество процентов. Книговые печатки. Книговые печатки. Спасибо. Минимизировать отчисления платных студентов. Добиться, чтобы у них была какая-то опоробная посещаемость. Для кого-то результат это прибыль от оказания образовательных или консультационных услуг. Или дополнительных услуг в библиотеке. Или удовлетворенность заказчика. Обратите внимание, сколько много здесь вариантов. Из просто миллиарды вариантов, что такое результат? Идем дальше. Тоже теоретически рассматриваем. Что такое заданные условия деятельности? Для кого-то это зарплата. Для кого-то зарплата, но максимальный объем трудозатрат. Определенное количество в неделю. Может там деньги дают хорошие, но там объем трудозатрат вообще фантастический. Спать некогда, есть некогда. Материально-технические условия понятны. Система мотивации не буду раскрывать. Она может быть разная. Не уровень квалификации, а система повышения квалификации тоже может быть разной. Это тоже разные условия. И у всех из нас, вот у Татьяны Викторовны свои условия, у меня свои, другие условия и так далее. В Шелихово третьи условия. У всех разные. И тут, коллеги, мы с вами приходим ко второму выводу. Это наш общий результат. Если вы против, напишите минус. Мы считаем, что главный вывод в успешном управлении, что мы никогда не можем найти универсальную формулу успеха на все случаи жизни. И для Терегина, и для Белоножкина, и для Зайкова, и для Исмайлова, и Миронова, и так далее. Никогда такого идеального, универсального решения нет. Но у Терегина есть своя формула успеха. Вот ей надо вот это, вот это, и вот это. И она будет счастлива. Да, Татьяна Викторовна? Вы знаете, что вам надо. Я знаю, что мне надо. Может быть, в чем-то у нас совпадают постановки задач. Но они могут быть еще и разные. То же самое у каждого из нас. Но тут мы говорим, что тем не менее, каждый из нас в отдельности, это наш результат, может конструировать успешность для себя, для каждого отдельного случая. Вопрос, где этот конструктор, и что он из себя представляет. Игорь Николаевич, у меня вот такой вопрос. Ну, проводится же огромное количество вебинаров, семинаров, тренингов, как сделать успешный курс, как сделать эффективный курс онлайн обучения, и так далее. И там даются различные рецепты, рекомендации и прочее. Инструменты и так далее. И, естественно, без учета всех вот этих особенностей и условий, о которых он сейчас говорит. То есть, какой-то некий универсальный рецепт. Разве это не конструктор? Походил по вебинарам, походил по тренингам, насобирал. Татьяна Викторовна, уважаемые коллеги, это простое зарабатывание на эксплуатацию нашего доверия. Мы доверяем этому. Почему? Мы приходим, нам говорят, какие-то волшебные решения, как сделать онлайн курс там увлекательным, веселым, чтобы всем было хорошо. И тут нас ожидает времени нет. Вот это все хорошо, но это стоит денег. Это надо сидеть, сочинять. А тут рабочие планы горят. Тут надо публикации делать. Надо с внуками книжки почитать. Надо погулять там еще, сходить на каток, покататься. Да, Татьяна Викторовна, с друзьями сходить в музей. Когда это все делать, если времени просто нету? На эти секреты, на эти успехи. Я считаю, что это просто пустая трата времени. Такие тренинги, которые не учитывают, во сколько нам эти рекомендации потом выходят. Я не удивляюсь, что потом мы видим, что эти тренинги ни во что не превращаются. Просто красивое ощущение чего-то полезного. Так, нет Виктория Алексеевна, Светлана Михайловна, нет. Я вот только сейчас заметил. Если нет, прошу прокомментировать, почему. Итак, мы сейчас с вами выступим в роли экспертов. Допустим, чтобы нам кто-то сделал предложение. Уважаемые коллеги, преподаватели, библиотекари, методисты, всем надо писать блоги. Блоги очень полезны и дальше переселяют, почему, потому, потому, потому. Но у нас вопрос, действительно ли это так полезно и нужно ли нам это. Но сначала мы ответим на общий вопрос здесь. Ведете ли вы свой блог? Вот это первый вопрос. Я его запускаю. Вопрос, опросник анонимный. И просто вот ответим неважно, эксперты, мы не эксперты. Вот я выбираю свой вариант и нажимаю кнопочку ответить. Ответило 7 человек. Присутствует 71, уважаемые коллеги, по активнее. Тут долго думать не обязательно. Можно написать свой ответ. Просто вот так, как по факту. Это не теоретически, это фактически вопрос, как есть. предметный сайт пишет Татьяна Владимировна. Предметный сайт. Я примерно догадываюсь, о чем вы говорите. Но давайте рассмотрим на этом предметном сайте вот пока этот элемент в виде эксперимента. Элемент сайта под названием блог. Там может быть и форум, и какие-то опросники, и другие элементы Татьяны Владимировны. пока вот давайте пройдем экспертизу одного элемента. Уважаемые коллеги, ответило 44 человека, что говорит, что достаточно. Вот на данную секунду дальше уже результаты не изменятся. Что там у нас 44% от Татьяны Владимировны плохо вижу? Подсказываете? Пустая трата времени? А, нет. Где 44%? Нет, интересно присматриваюсь. Вот. Но пока не ведем. Вот. Татьяна Викторовна, обратите внимание, как сбывал, мы когда строили сценарий вот этого суббинара, мы его строили как суббинар. Ожидаемый результат совпал с реальным. Совпал с нашим. Дело в том, что я и сам, я не знаю, как вы и другие коллеги, я действительно все еще присматриваю. Я его никогда не веду. Недавно начал вести. Мне кое-что понравилось, о чем я дальше расскажу. Останавливая опросы, так мы видим, что мы сейчас на перепутье. Большинство из нас считают этот элемент учебной активности под названием блог. Это активность, это не контент. Это активность. Считают его интересным, ему присматриваются, но не применяемым. То есть здесь интрига. Мы что-то хотим, но не знаем, что. Мы интересуемся. Идем дальше. Хорошо работаем. Ну, сначала напомним, это было важно сделать раньше, наверное, методически правильнее. Тем не менее, мы специально пошли на это. Вот теперь рассмотрим на определение, что такое блок. Я не буду читать. Многие и так знают, что это такое. Татьяна Витальевна, вы хотите дополнить? Краткое введение в благоведение. Ну, давайте пробежимся про благоведение. Здесь я тоже не буду читать. Да, Ника Сергеевна. Здесь не только сертификат. Во-первых, у нас будет вот такой вот за активное участие будет грамота. Мы в конце ее объявим и перешлем вот такую грамоту за моей подписью. Не знаю, что это будет четкая такая вот печать. По-моему, тут немножко искажается на экране. Кроме того, будет вот такой диплом. Но это уже за деньги. Он стоит 300 рублей, уважаемые коллеги. Так что выбирайте сами. Мы для вас работаем, стараемся. Вебинар бесплатный. Все остальное на ваше усмотрение. Продолжаем. Спасибо за вопрос. Вот здесь все умеют читать. Я не буду читать этот слайд. Я прошу ответить, есть ли в этом для вас что-то новое плюс или минус. Плюс или минус. Есть ли в этом определении что-то новое. Вот Наталья Борисовна считает, что для нее новое есть. Для меня, например, это готовила слайд Татьяна Викторовна, в В-блог я забыл. Для меня это было уже новинкой. Тут у меня минус. Точнее плюс, извини. Плюс я большинство пишут минус. Ничего нового тут нет. Идем дальше. Хотя для кого-то есть, есть, есть. Вот для кого-то и новое. Для меня новым было то, что скоро посмотрите особенности. Что-то есть для вас в этом определении особое? И тоже поставьте плюс или минус. Качество пользователя определяется существованием блога? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот как раз мы сейчас, Ирина Александровна, пытаемся разобраться, в чем полезность и нужен ли он вообще этот блог? Может быть, это все надумано а может быть, это типа знаете как на любителя. Любит Татьяна Викторовна заниматься благоводством. Ну и пусть вот она благоводством и занимается. Это ее личное горе, личный интерес. ради бога, кто-то вон она цветочки выращивает, а кому-то это неинтересно. Идем дальше. Хорошо работаем. Плюсы минусы но преобладают. Плюсы здесь что-то новое было. Замечательно. Оказывается мы еще не все знали. Есть ли новый субъект? Очередной слайд на оценку новизны только в части субъекта. Татьяна Юрьевна пишет да. Вот мне тоже понравилось когда я начал заниматься совсем недавно. Совсем недавно я начал вместе с Татьяной Викторовной мы с ней синхронно работаем. Тем более в одной компании. Мы заметили понятие коллективный блок. Коллективный автор. да мнение они работают вместе над одной какой-то темой. Для кого-то ничего нового. Большинство говорят да ничего тут нового нет. Замечательно. Замечательно. Мы же эксперты. Мы даем свои оценки. Вот все вы в роли экспертов. Мы нет. Мы следующий слайд. Следующий слайд. Вот слово блогер новое или нет. Наверное все напишут минусы. Ничего тут нового. Слово блог роллы для меня было новым. Татьяна готовила слайды по моей просьбе. Я когда прочитал для меня блог роллы интересно. Хотя я никогда их не вел но я согласен. Ролл это то что катится на колесиках. Хорошо. А вот тут полезность в этом слайде для нас как для экспертов в роли экспертов в роли учителя преподавателя методиста библиотекаря. Вот тут полезность. В чем полезность этого слайда для нас этого текста. Тут выделено постоянное обновление как некий журнал. Оу катится новое 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 это тут уже не новое а принцип полезности в постоянном обновлении. Вот мы видим коллеги здесь которые участвуют в эту игру в роли экспертов они отмечают это полезно. Мы еще не знаем о чем мы пишем кто-то ведет математику кто-то биологию кто-то химию кто-то сольфеджио кто-то ничего не преподает только является сотрудником библиотеки но мы отмечаем что в этом постоянном обновлении есть некая полезность. Ну вот еще слайд в оценке ленты новостей РСС лента новостей вот например на нашем сайте она есть где последние новости сами высвечиваются из разных форумов или блогов автоматически человек зашел на сайт и увидел или зашел в курс ученик зашел в курс и новостная лента из блогов формируется сама здесь тоже для нас где-то полезно для кого-то где-то ничего тут в смысле новое есть новое нет идем дальше по виду блогов здесь классификация даже не спрашиваю просто напоминаю блог личный или блог коллективный причем коллективный может вестись в двух стилях либо это в стиле Ильфа и Петрова создание единых сообщений или формирование единого блога творческое совместное творчество либо 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 второй вариант это тоже коллективный блог когда иногда слышал такое определение блога колхоз мне оно не очень нравится скорее блога сборник ну как сборник не знаю лучшие поэты писатели серебряного века но у каждого свое собственное сообщение свое собственное видение своя авторская точка зрения собрана в одном месте Татьяна Витоновна вот вы библиограф профессионал по образованию вы представляете себе вот мы это не отрабатывали я вам задаю внезапный вопрос сейчас библиотекари разных библиотек ведут блоги о том как они решают профессиональные задачи и этот блог является для них открытым можно его закрыть где никого посторонних нет а открытым они обмениваются своими мыслями вы такое встречали где-нибудь такой колхоз библиотекари про библиографов не скажу да но вот блоги но блоги разработчиков да например разработчики тот же хабхабр да они очень активно это используют вот видите я специально спросил именно про библиотеки а вот про библиографов не знаю сталкиваться не приходилось пока и я тоже я поэтому возможно где-то и есть возможно где-то и есть может быть но мы не виделись если кто-то из коллег присутствующих видел прошло откликнуться что такие да это интересно есть есть ли такие сборник благородник которые не просто ведут форумы типа как мне сделать вот это ему ответили он ведет дневник ведет свое повествование о своей работе и оно видно коллегам которым можно ставить комментарии типа я хочу обратить внимание что этот пункт можно сделать еще и вот так то есть личный опыт изложения методики применительно к своей практике деятельности вот это бывает полезно обмен опыт вот я вижу леонид николаев поставил плюсик то есть гипотетически такие блоги профессиональных участников по профессиональной тематике мы пока не видели но могли бы быть полезными идем дальше спасибо что мы различились научились различать коллективный блог двух авторов вот мы с Татьяной Витовной часто пишем одну и ту же статью вдвоем вот это два автора а иногда порознь не буду тоже читать то что и так видно на этом к этому уже перешли когда говорили про блоги библиографов из разработчиков вот это скорее профессиональные блоги профессиональные или тематические да вот не буду здесь комментировать это чисто напоминалка напоминание как может быть устроен блог как это просто да они могут по назначению скорее всего но и соответственно по содержанию уже вот здесь здесь целевая аудитория будет разная да а здесь цены будет для нас поскольку у нас игра участие экспертов в этом перечне я бы не назвал это виды блога ну да виды блогов по назначению нет все правильно здесь написано какой тип блога нужен именно вам и напишите первую букву или полностью какой вид блога по назначению вам можно первую букву они не повторяются да вот вот нужен вам не забывая что мы все или преподаем или обеспечиваем обучение обеспечивают библиографы методисты сотрудники методических управлений и так далее П Т П профессиональный блог два было корпоративных вот новостной никто не хочет вести новостной наверное был бы если бы тут были бы маркетологи пиар менеджеры кто еще Татьяна Викторовна новостной ну и все которые занимаются пиаром компании вот им наверное новостной блог был бы на первой и так а если бы были тренеры фрилансеры был бы бренд блок тренеры кто тренеры особенно тренеры фрилансеры то был бы бренд блок да личный брендинг бренд своего продукта, предлагаемого тренинга. Вот недаром моя помощница, а у нее должность помощника, руководителя образовательного портала, подсказывает про этот бренд-блог. Потому что мы с ней тоже занимаемся продвижением нашего бренда Директ Академии. Совершенно верно. Итак, мы видим. Вот это для меня, например, открытие, уважаемые коллеги, то, что вы сейчас написали. Большинство пишут, так, тут трудно посчитать по ЭЛИТ. Примерно половину получается. Да, где-то половина. Меня удивлением то, что вы хотите вести блоги на профессиональную тему. То есть я предполагаю, это тема преподавания какой-то дисциплины. Блоги об обучении какому-то предмету. И вы хотите вести блог. Мне это очень нравится. Также нравится то, что вы хотите вести тематический блок, но уже чисто по темам своего класса или группы, факультета, может быть, или кафедры. И там вы раскрываете... Либо по теме своего предмета. Вот я говорю, это по предмету. Профессиональный, это не для студентов, а для коллег по профессии. Первое. Вот так вот я понимаю ожидания, намерения наших участников вебинаров. Вот. И я не ожидал, что будут интересы к профессиональным блогам. И вы знаете, мы сейчас будем показывать вам практические действия профессионального блога, и вы увидите, что мы с Татьяной Викторовной для вас приготовили подарочек. Технологию такого блога. Место. Ну вот Татьяна Викторовна повеселила нас таким слайдом. Так сказать, чтобы было нам более объемно все это воспринималось. Особенности. Вот такое на картиночку выбрала. это не хары, это шары. Я сначала не понял, это шары. Вот Татьяна Викторовна это шары. Хары-блог. Шары это это не шара, это поделиться по-английски. Шаринг. Шаринг. И имеет в виду публичность. Но я поставил здесь на вопрос действительно ли это публичность. Дело в том, что если я делаю блог, для узкой группы лиц, у меня допустим аспиранты, магистранты, 5-6 человек, я веду блог только для них. По выбору темы, по актуальности, еще что там. Или по каким-то новым источникам. Вот недавно появились рекомендации по научным публикациям от ВАКа. Я хочу такие вот, буквально вчера их заметил. Я хочу, чтобы они это видели. Но больше никто. И вы с Татьяной Викторовной спорили, это публичный или закрытый блог? Я считаю, что если его читают узкий круг, ограниченный приз, извините за каламбур, это закрытый, это не публика. Три человека, это не публика. А если его читают тысячи человек, ну может быть, сто человек, это уже публичный. Не будем спорить об объеме публичности. Но сделаем акцент на том, что на том, что если это блок закрытый для группы, для класса или для учителя, ребенок, ученик, идет дневник, который читает только учитель. Вот это один случай, или читает класс, это второй случай публичности, или читает весь мир. Так, я сейчас на вебинаре отвечаю, иду дальше. Вот это вот особенность. Тут тоже некая теория, мы сейчас рассмотрим практику, но вы можете с ней не согласиться. Так, Наталья Арьевна, я на вебинаре, надо ответить. Я сейчас отвечу, Татьяна Витальевна, попробуйте меня подстраховать. Все, спасибо. Пожалуйста. Здесь вот посты, как часто из английского языка применяется, имеется в виду... Я знаю, Сеири Николаевичу не нравится это слово. Нравится, то ли это религиозный церковный пост, то ли это часовой на посту стоит, посты, да и есть замечательное слово запись. Я его стараюсь применять, но знаю и говорю, и слово посты. Не будем спорить о том, что лучше. Это просто мое предпочтение с точки зрения методики для обучаемых запись. Авторский взгляд не буду комментировать, это как бы всем понятно. У него есть некие читатели, хотя это тоже момент резиновый спорный, но обновление обязательно. Идем дальше, вот рассматриваем теорию. Сейчас мы вернемся к опросу два. Вот мы сейчас рассмотрели вариант. мы еще не увидели практику. Мы только рассмотрели теорию и делаем специально вопрос номер два, в котором уже начинаем более жестко спрашивать наших экспертов. Уважаемые эксперты, уважаемые коллеги, вот сейчас после того, как мы рассмотрели теорию, вспомнили, кто-то нашел что-то новое, кто-то ничего нового не увидел, скажите, пожалуйста, нужен ли блок преподавателю, учителю, я бы добавил библиотекарю, методисту, специалисту сейчас на ваш взгляд. То есть мы начали с пустоты ничего не говорили, посмотрели, выявили интересно, теперь мы кое-что теоретически вспомнили, обновили, что-то даже нашли новое, благодаря слайдам Татьяны Викторовны. И вот теперь, Татьяна Викторовна, вы тоже голосуйте. И я тоже голосую анонимно. Ну, я скажу, я проголосовал как большинство. Итак, ответило 38 человек, что тоже неплохо. И если мы попросим всех остальных ответить, то мы увидим, что тренд стабильно 43%, это я тоже, кстати, проголосовал, но это мое мнение, блок нужен в зависимости от задачи, от предмета. Вот так. Вот так. Вот задача. Может быть, я вообще онлайн-курс, мне он не нужен. Или нужен, но у меня нет возможности. Или у меня есть возможность, но у меня нет времени им заниматься вот этими онлайн-курсами. Я, может, не веду вообще никакое. Вот мне блок, в принципе, может быть полезен для чего? Для того, чтобы я закрывал какую-то нерешенную задачу. Например, в блоге публиковать, я вот чисто фантазирую, для магистрантов, если что-то про них зашла речь, новости по конференциям и кто-то может быть полезным, на мой взгляд. Там вот эти два-три ключевых спикера или участника, для вас, для вас, я их знаю, они очень важны. Вот такой блок, например, там это все фиксировать, записал и забыл, они сами чтобы видели это. И такая некая история. да. А что бы это не делать в форуме, например, в том же курсе? Вот чем блок отличается от форума? Ведь в курсах обычно есть форум. мы сейчас у нас будет время, мы посмотрим практику, я покажу этот блок, и вы сами увидите в чем разница. Итак, мы четко увидели, самый маленький процент ответа 9,3 только для дистанционных курсов хорош. Мы ожидали, кстати, вот наш прогноз совпал еще раз. Останавливаю вопрос, идем дальше. Хорошо, потихонечку, вроде как, блог нужен. Ну, рассмотрим тоже чисто умозрительно, тут на слайде даже тоже комментировать нечего. Мне нравится, что здесь, вот сейчас Татьяна Ильцовна добавит, что в нем отражается личный опыт, как правило. Ну, что в блоге перепечатывать чужие примеры, чужие опыты, чужие эмоции? Личные опыты, примеры, вот это вот блоги ценятся, авторский взгляд. авторский стиль, вот мой стиль, например, я люблю писать быстро, но с ошибками, а потом сижу и переделаю, или прошу редактора или корректора помочь мне, ну, многие великие люди часто это делают, пишут быстро, но с ошибками. Да, Татьяна Викторовна? Да, уж, да, уж. что вы хотите дополнить? Здесь просто буквально пару слов по поводу личного опыта и примеров. Да, это должен быть именно свой собственный опыт, и это рекомендация для всех, кто желает вести блоги, она такая существует. По стилю выбрать именно свой стиль, потому что ваши читатели, особенно если это блог открытый, они привыкают к вашему стилю. Татьяна Викторовна понятно, давайте мы договорились конкретнее. Вы лучше посмотрите, кто у нас самый активный, я пока не вижу, кому грамоту хочет. Мне нравилось. А, еще вопросы, вопросы. Людмила Сергеевна, справедливо ставит акцент на новом. Ну, вот, раз мы уже договорились, что нам вроде как это интересно, и там нужно что-то особенное, давайте посмотрим. третий вариант опроса для наших экспертов, поиграем в этот опрос. Мы уже кое-что знаем. Итак, какие бы тематические, коллективные, вот тут отличия чуть-чуть, коллективные несколько авторов, например, исследующих одну какую-то общую проблему, живущих в разных городах, личные формат дневника, личные мысли, переживания. Или свой вариант ответа, уже появился один свой вариант ответа. Татьяна Юрьевна, я не разгадал ваш вариант ответа, свой ответ. Так, ну, вот классно. Ну, я, у меня есть тема, зачем мне заниматься каким-то коллективом, да, по своей теме что-то пишу, наблюдение свои изображения. Классно. Коллективно это надо договариваться, ну, давайте, напишем что-нибудь, да, это надо иметь мотивацию, как у Татьяны Викторовна говорит, все, сейчас делаем вместе статью. Корпоративный тоже тяжело, ну, за университет писать какой-то блог, это надо отдельную зарплату, отдельную штатную демицию. А вот по своей теме, то, что я люблю, то, что мне нравится. Поступил второй свободный ответ в этом блоге. Спасибо, Ирина Александровна, для друзей, путешествующих, да, не вижу там, а, сейчас я разгляну, путешествующих по миру. Замечательно, вот, те, кого интересуют путешествия, и будете писать блог, и будете писать интересно, там же можно и фотографии, видео, и лайки могут собираться, и комментарии. Это лучше способ. Это как раз коллективный, коллективный или тематический тем путешествий. Людмила Викторовна пишет, виртуальный класс по информатике, виртуальный класс, какие-то там темы фиксированные, возможно, Людмила Викторовна собирает в виде блога, дневника, фиксирует, как учебное пособие, может быть, или как некий партнер, кроме учебного пособия, или учебника, еще фиксирует какие-то свои замышлены, наблюдения. И так, тематически, замечательно, я тоже ответил, а, не выбрал вариант, надо вариант отметить, 51 человек проголосовало, спасибо. Закрываем этот опрос, идем дальше, то есть, мы уже четко видим, но отношения к блогу, вообще, как у нас, так, это итоговое еще рановато, давайте-ка мы, давайте-ка мы, посмотрим на практику, я сейчас покажу вам рабочий стол, это были слайды, это были слайды, это все понятно, нам нужно с вами, нужно с вами даты переключить, сейчас я запущу приложение, Татьяна Викторовна, посмотрите комментарии, комментарии смотрим, Людмила Сергеевна, если нет дистанционного курса, то можно со студентами работать в коллективном блоге, наверное, дальше задание можно, часть задания можно выполнять и используя коллективный блог, я не расслышу, можно, можно работать со стеной, что, что имеется ввиду со стеной, использовать инструменты типа подлет для ведения блога или, или, или что, подлет для ведения блога не очень, да, да, я поняла, как инструмент для ведения блога он не очень удобен, там сложно организовывать поиск записи, да, он скорее как метки, как сбор общих каких-то мнений, общих вариантов, вопросов, да, он хорошо работает, такой, фиксация результатов мозгового штурма, вот, Светлана Михайловна, хороший вопрос, у меня вопрос, в какое время всем этим заниматься, в учебной или дома, во-во-во-во, да, вот, абсолютно правильный вопрос, Татьяна Викторовна, чтобы, больная тема, больная тема для всех, Светлана Михайловна, преподавателей и учителей, хорошо, Светлана Михайловна, наконец-то мы говорим о больном, не говорим о том, как все здорово, вот идите, занимайтесь, изучайте, мы говорим о больном, а где на это все взять время, Татьяна Викторовна, видите мой экран? Пока нет, пока нет. Так, я запустил пока с экрана, ну-ка, останавливаю еще раз, видите сейчас, а, вот нажимаю трансляцию, видите сейчас, мой. Меня нет, меня нет, давайте у коллег спросим. У меня, если вы, значит никто. Нет, 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 нет. Так, вот коллеги пишут, нет. Спасибо. Нету. Так, а если вот так? Так, Елена Юрьевна, использую блог, как веб-записную книжку, для коллег, как куратор содержания, отвечаю на вопросы коллег. Да, вот это вот как раз-то, самая форма, для которой может использоваться блог, и то, что входит в семи особенностей, да, ведения блога, активное взаимодействие с читателями, с пользователями наших записей. Да, но для этого, опять же, возвращаясь к вопросу Светланы Михайловны, этим нужно заниматься, на это требуется время, да, для того, чтобы давать ответы на вопросы, для того, чтобы комментировать комментарии, хотя бы просто их просматривать, да, поэтому на это требуется выделение времени. За Кироскендероглы в свободное время, смотря, смотря как, будет ли блог являться учебным элементом, и являться элементом курса, да, либо вы создаете его по собственной инициативе для себя, для коллег, но не в рамках курса. В зависимости от этого, либо мы планируем использование блога, как учебного элемента, при разработке курса, тогда мы на это будем закладывать время, либо... Татьяна Викторовна, люди ждут конкретных ответов. Спасибо. Вот давайте конкретного ответа, который мы... Спасибо, Екатерина Андреевна. А вот сейчас я вам демонстрирую. Так, ну-ка, еще попробую. Никогда этого стараюсь не делать, но тем не менее. Вы сейчас видите мой экран. Камера не включается, черная, да? Нет, там фотография, но... Так, вот это сайт. Допустим, это ваш сайт. Допустим, вот здесь есть такая ссылочка блога. Допустим, там что-то есть. Посмотрим, как работает блок на... На... Ой, 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 ой. Так, уважаемые коллеги, коллеги, есть такой блок. Мы как раз вот сейчас делаем перестройку с нашими технарями. Так, этот блог... Этот блог... Он является, во-первых, открытым. Он доступен для всех. Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна. Так, главная страница, да. Так, что там коллеги пишут? Я пока не вижу, я смотрю на свой экран. Я сейчас... У кого-то есть, у кого-то нет. Я сейчас посмотрю. Появляется. Да, должна быть картиночка. Да, картинка есть. Я немножко... Одна спросила. Если не появилась, можно попробовать. Вот, коллеги, демонстрирую вам, как на примере системы дистанционного обучения, который имеет доступ любой желающий. Нет, 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 только кинетчка. Любой желающий. Вот здесь вы видите сейчас на экране. Можно такой блок себе создать на нашем сайте. Или на сайте своей организации. У себя внутри. Я показываю вам пример блога встроенного. Есть блоги не встроенные в систему дистанционного обучения организации, где-то там платные. Я их пока не рассматриваю. Почему? Я решил, что у меня на сайте моей организации не будет никакой рекламы. Вот, пожалуйста, здесь никакой рекламы нету. Потому что этот сайт наш и ваш в том числе. В том числе и для не клиентов Директ Медиа. Как работает этот сайт? Здесь можно записать новую запись. Вот этот перевод делал я. У нас осталось 11 минут до окончания. Рассмотрим практику. Методику мы посмотрели. Пиорию посмотрели. Даже нашли уже интерес какой-то. Посмотрим, как это работает практически. В оригинале перевод это звучал новый пост. Я его перевел. Новая запись. Потому что пост слово не всем известно. Далее. Я сделал такое описание в нем. Вот здесь вот описание. Татьяна Викторовна. Видите ли вы, как я вот это рисую? Вот. Это рисую я. Вот такое описание сделал я. Оно может быть любым. Причем у каждого. Так. Пустой экран. Татьяна Викторовна. Ничего не видно. Вы видите, Татьяна Викторовна? Есть. Есть изображение. Так. Коллеги. Кто видит, напишите плюс. Видно. Кто не видит, напишите минус. Появилось. Наверное, с интернетом что-то задержка. Так. Все видят. Появилось. Ура. Итак. Замечательно. Вот это вот. Так я выберу красный цвет. Вот это вот, повторюсь, описание. Даже включая картинку. у каждого педагога по вот такой технологии свое описание. Например, это предмет химия или математика или это библиограф. Сотрудник библиотеки ведет свой блог. Вот здесь текст. Например, в этом блоге я рассказываю о том, что мне интересно и важно в моей жизни. Вот типа такого. я сейчас описание. Они здесь могут быть. Дальше. С левой стороны вот это вот обросим. Это не важно. Это вижу я как администратор. Вы этого видеть не будете. А дальше пошла сама запись. Здесь видно заголовок. Вот я когда 30 числа публиковал. Вот автор виден. с комментарием что это открытый просмотр. Что я отредактировал его вчера. То есть я эту запись не сразу публиковал. Я ее постепенно постепенно набирали смысле. Я начал 30-го закончил вот утром 1 февраля. Дальше. Я вот этот красный текст разместил здесь от себя. Вот мне так кажется так удобно. Его по умолчанию нет. Я пишу вот таким красным цветом чтобы читатель сразу увидел. За минуту все будет понятно. Дальше идет текст. Я его сейчас не читаю. Тут у меня здесь такая игра. такой демо тест. Причем он рабочий. Я говорю вот такой элемент можно делать любому. Это психологический тест или тест на оценку профессиональных качеств. Мы с Татьяной Виковой спорили, что он не психологический. А он тест по персоналике персоналике. Скорее группа которые могут относиться к психологическим тестам. Опросник по персоналам. Где есть разные характеристики персоналичности психологически какие угодно. я свои поработала. Вот пожалуйста. И в итоге этот тест опросник показал некие рекомендации. Вы новичок начинающий вам надо сделать вот это. Это пример который я разместил в блоге и про него что-то рассказываю. По моему это интересно. Дальше я в этом блоге пишу в чем полезность. Педагогическая полезность, трудоемкость, платность, бесплатный и какие-то характеристики. Вот пожалуйста пример. Ниже я предлагаю поделитесь в любой социальной сети можно эту запись расшарить. или поделиться от слова шеринг. В том числе там еще около полутора сотен различных соцсетей, где фонтально. Ну вот и теги здесь коллеги идем дальше. Я здесь использую теги в этом блоге. Теги это те слова которые характеризуют эту запись и потом можно будет быстро вот эти теги сами здесь формируются. Вот например Беломошкин написал три публикации. Я говорил что мы недавно кто-то начали. Что слово блог упоминается чаще всего четыре раза этому блогу двух недель еще нет. Мы перевели его сами. Готовы для вас предоставить перевод на русский язык. Это блог открытого университета в Великобритании. Одобренный королевы Великобритании кстати. И вот этот блог он перед вами сейчас. Мы видим как он работает. И другие теги это те поисковые ключевые слова которые очень удобно для дальнейшего использования блога. Вот здесь имеется очень хорошая аналитика кто авторы кто публиковался недавно в том числе и демо запись от демо участника мы протестировали в том числе и комментарии в том числе и комментарии от анонимных участников здесь можно комментировать даже без авторизации не надо вводить логин пароль электронный адрес вот тут уже коллеги пишут google формы опросники облако тегов но Татьяна Владимировна это не google формы это блог опросники я понимаю формы да облако тегов это сервисы тут уже все готово тут только сейчас я покажу как она вносится у нас еще есть несколько минут осталось я покажу есть и другие публикации тут можно посмотреть аналитику есть это коллективный блок там работают несколько человек можно посмотреть кто самый активный кто публиковался недавно за месяц или за бот там фильтры очень мощные сейчас не буду об этом говорить но они простые они не требуют ничего кто самые комментируемые блогеры тоже показывают здесь можно подключить новостную ленту о чем я говорил не буду сейчас тратить на это время но эту ленту можно очень легко сделать я в заключении покажу как добавляется новая словарная статья и вы увидите что там ничего сложного нету технически только нет текст в голове вот открывается заголовок вот эта шапка она остается здесь по умолчанию просто пишите заголовок о чем и пишите дальше свой текст сейчас догрузится догрузится вот догрузился интерфейс тут можно ставить и видео и картинки и смайлики вот тут пишите свой текст и в заключении вы пишете теги причем теги уже вот готовы я их заранее приготовил что это допустим по базе знаний у нас по базе знаний будет следующий вебинар 4 числа где тоже будут сертификат и грамота о самом лучшем Татьяна Викторовна ищите самых лучших на сегодняшний день вот готовые теги причем со счетчиком сколько раз упоминалось перенаписать свой тег кто у нас Татьяна Беспалова вот мне понравилось чем-то Беспалова я решил ее в этот тег включить вот так все и у меня теперь будет Беспалова там упоминаться в статистике разрешить комментарии даже для тех кто вообще не авторизован но нет у человека даже желания регистрироваться и вводить свою почту туда ну вот есть такие люди не хотят но они могут все равно прокомментировать вы сейчас должны сказать а не напишет он там какую-нибудь гадость может поэтому пока вы не поставите галочку одобрения как автор этой записи публикации она не будет никому видна вот так также может быть и реклама от неизвестных людей поэтому все продумано дорогие коллеги вот пожалуйста технология кто может читать только тем кто записан данный курс или кто зарегистрироваться в системе и всему миру пожалуйста и наконец можете прикрепить свои файлы ну например какие-то там pdf или что угодно другая платформа можно убрать что убрать а да там можно убирать вот этот блок Наталья Викторовна благодарю вас за вопрос это платформа Moodle версии 2.8 она переведена только у нас больше нигде на русском языке вот так вот она не работает она этот блок можно скачать поставить себе но его надо изучать дальше что я хочу сказать заключение что я не сказал заключение вот теперь в заключении уважаемые коллеги вы можете как как эксперты сказать легко это или сложно а самое интересное я сейчас озвучу вам не буду сохранять озвучу вам из того конструктора о котором мы говорили в начале основные показатели интеллектуального конструктора то есть мы оценили как этот блок работает в мире в России не только вот этот но и другие а насколько он полезен с педагогической точки зрения и вы сейчас сравните сравните с вашими данными опросов мы проводили и сделаем вывод насколько этот конструктор интеллектуальный оказался прав хотя где это я писал я писал вот он это про это про базу знаний про блоги я писал про блоги еще нет в конструкторе есть но сюда сам блок не вынесли не по-моему я где-то писал коллеги я хочу вас проинформировать что мы по всем этим инструментам в том числе про блогу даем четкие оценки экспертные оценки по следующим номинациям например педагогическая ценность вот например за этот инструмент 5 баллов а мы даем 4 за блог потому что его ценность его ценность не универсальна если базы знаний к примеру или тесты это ну почти всем надо почти всем да он другой вопрос что он сложный но педагогическая ценность у него 4 балла вот так дальше категория трудоемкости вот блога вообще почти нулевая вы сами это увидели увидели сейчас в начале вебинара вы не знали об этом стоимость для одного человека 0 долларов 0 бесплатно вот этот блок или многие другие есть и платные вот этот блок как инструмент нашим конструктором он нулевой и вот самое страшное дорогие коллеги для чего мы собрались я заканчиваю трудоемкость вот если бы вы кто-то из вас начал бы пытаться решить оценку полезности блога самостоятельно попытаться его технически освоить добиться чтобы он заработал чтобы он был переведен на русский язык то в этом случае вы бы потратили время свое время на 500 процентов больше чем если бы просто вошли бы в интеллектуальный конструктор посмотрели бы зачем он нужен почему он ценен насколько баллов ценен сколько он стоит в денежном выражении насколько он сложен в техническом освоении еще где-то 15 показателей которые вам на блюдечке показывают полную картинку раз и все понятно и вы только делаете вывод надо мне это или нет вот вот для чего мы и с вами шли уважаемые коллеги то есть этот конструктор действительно интеллектуальный спасибо Татьяна Владимировна мне вы еще больше нравитесь жаль что нет русские продукты есть Светлана Михайловна вот я отвечаю на ваш вопрос есть и вот тут Светлана Викторовна я уже вашу фамилию запомнил тоже есть нулевая платформа блогер вот тут ссылается скажите Светлана Викторовна там есть реклама реклама там есть Татьяна Викторовна вы тут ну вот я открываю сейчас ссылочку хочу посмотреть так это блогер да где где-то блогер блогер точка ком вспоминаю я сейчас на память не помню но по-моему там есть там есть что-то постороннее ну-ка вот я открыл блогер точка ком на бесплатном сервере на бесплатных ресурсах обычно ставят да обычно же ставят так ну я не готов я сразу не увидел сразу не увидел что там что там блогер точка ком это вот вариант нет рекламы о Людмила Викторовна мне тоже нравитесь могу поставить а могу и не ставить вот это очень важно в отношении рекламы так теперь идем дальше блогер точка ком где расположен сервер блогер точка ком кто-то знает это следующий вопрос у нас буквально вот мы сейчас уже подводим черту идем перешли к обсуждению я пишу вот здесь вот место нахождения видите а Светлана Викторовна пишет вражеский в США но есть и у нас домен ру но все равно отлично отлично в США и в России тоже есть вот это вот вроде бы мелочь да подумаешь на русском языке но если это образовательная организация уважаемые коллеги то никакие зарубежных серверов старайтесь не заводить потому что есть закон о защите персональных данных особенно если там ваши ученики студенты не поставляйте свое руководство не заводите сервер какие-то какие-то ресурсы какие-то не размещайте на зарубежных так вот пожалуйста United стоит находится blogger.com blogger.ru я не знаю так еще какие там у нас появились вопросы так вопрос был Юрий Николаевич по поводу инструментов поддержки какие инструменты работы с блогом показали себя наиболее эффективными при организации обратной связи с обучаемыми от Светлана Алексеевна спасибо за вопрос обратная связь с обучаемыми работает на очень на вот уже я говорил это не форум вот если вы хотите комментарий написать вот это вся обратная связь но это именно комментарий вот вы пишете комментарий мне нравится причем это можно писать анонимно вся обратная связь за за комментарий оценки не ставится обратная связь а вот оценка оценка преподавателя оценка преподавателя за записи может быть в этой системе вот если на blogger.com ученик что-то напишет то вы оценку там никак журнал не перенесете ну вы там поставите что-то а потом перенесете ручками в табличку в журнал в дневник вот здесь оценка автоматически запишется в этой системе в него журнал журнал оценок оценка за тест за форум за еще что-то за блоги там она сразу учтется вот это обратная связь и все и вот эти комментарии вот такой вот комментарий я сейчас его напишу потом удалю не буду вот и все комментарий любой может писать вся обратная связь в блоге на этом заканчивается ну если вы вот видите сколько раз я его редактировал вот я всю историю этой записи вижу я как автор другие и вот этот комментарий сам себе сейчас его прокручу вниз 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 это длинная статья поэтому комментарий вот здесь вот он добавился видите комментарий к записи я его добавил добавил я могу его удалить все дальше Ольга Сергеевна хорошо что у вас именно так Людмила Викторовна домен таки ру отлично это вопрос Юрий Николаевич по поводу Александра Борисович он уже тоже не нашел Мудл она имеет лицензию Open Лиценз General Public Лиценз помню это лицензия открытая хотя ее именем обладает брендом обладает один человек Мартин доуглямос но она бесплатная открытая ее не надо покупать мы проходим мы не проходим нигде регистрацию мы скачиваем и все даже регистрироваться нигде не обязан мы можем там включить себя в реестр тех кто пользуется вот я всегда это делаю чтобы весь мир видел что мой сайт тоже применяется на системе но никаких обязательств не он передо мной ни я перед ним не имею а дорабатывают эту платформу все желающие свободно дорабатывают вот в чем я вообще проблем это не увидел Александр Борисович она под госзакупки не подходит по требованиям защиты персональных данных к ней проблем нету назовите какой-нибудь другой Светлана Викторовна вражеский в США почему вражеский не вражеский только у нас есть два это про блоги это про блоги он не вражеский просто когда речь о персональных данных есть пункт по моему статья 15 запрет трансграничных трансграничных передач персональных данных вот о чем речь если вы там размещаете свой личный сайт никаких там записей обучаемых нет вы ничего не нарушаете это ваше лично но как только туда заходят ученики и там начинают какие-то действия производить обозначать себе что-то писать вот это уже начинает соответственность кстати еще более хуже я скажу за границей вот эти требования по защите персональных данных еще более жестче в России еще мягко если отечественные налоги мудов о бесплатная платформа нет бесплатной нет платных полно гиперметод например еще вопрос уважаемые коллеги Татьяна Витальевна кто сегодня получает грамоту за за должен получить грамоту можно поставить дома локально вы можете поставить мудов на своем ноутбуке на компьютере сделать с него сервер можете подоставлять доступ своим ученикам студентам и так некоторые делают в нашем случае этого делать не обязательно любой желающий регистрирует ведет вот тут видите на сайте наш помощник руководителя портала всегда вам поможет в любое время суток да Татьяна Витальевна русские альтернативы нужны Сергей Николаевич я тоже патриот более того даже просто военный начальник разведки академию закончил золотой медаль я патриот с 14 лет в армии но я как разведчик воспитан так ты должен взять для своих задач все самое лучшее в мире в мире вот это в мире один из самых популярных не то что один это самый популярный продукт в мире еще и бесплатный уважаемые коллеги я ответил на все вопросы мы приглашаем вас так Татьяна Витальевна я все жду от вас ответа кого мы наградим а я пытаюсь его озвучить у нас три основных участника выделили самыми активными были Людмила Сергеевна Васильева и Татьяна Владимировна Беспалова и очень хороший вопрос мне хотелось бы отметить у Светланы Михайловны это может быть тайм-менеджер во мне заговорил вопрос о времени разработки эфиминга Светлана Михайловна задавала этот вопрос вот у нас три претендента на получение призов Людмила Сергеевна спасибо за то что вы увидели эти штучки эти штучки к нашей базе на самом деле мы только одну посмотрели их у нас около двух сотен и они пополняются пополняются так что приходите если вам нужна только одна конкретная консультация вы можете сообщить нам и узнать решение именно по конкретному инструменту напоминаем что вы можете записаться на этот курс вот такие вот у нас для вас предложения я рад что вы к нам ходите на все вебинары это классно Людмила Сергеевна записывайтесь на кроме того вы можете получить документ о повышении квалификации установленного образца но это будет чуть подороже незначительно так что приходите к нам на учебу мы будем рады видеть всех если у вас появятся вопросы вы можете обращаться к нам свободно звоните пишите мы вас всех любим спасибо за внимание а кто является новым автором хочет быть милости просим приходите к нам и зарабатывайте становитесь нашим автором моя камера и спикерами я утверждаю вы получите грамоты по почте ну и Татьяна Викторовна как теперь ваше мнение по блогам надо смотреть надо пробовать но то что имело возможность залезть в конструктор и посмотреть те параметры те критерии и те особенности работы которые там представлены конечно мне это несколько помогло принять решение наверное все таки буду пробовать применять что значит несколько вам как на блюдечке выложили еще по-другому вы бы сидели одна там и рыскали по блогам по форумам как надо не надо а вам часть информации часть информации мне была понятна я взяла те критерии которые мне были неизвестны Татьяна Викторовна ну как это часть то что меня интересовало скажите лучше четко вот теперь вы видели этот конструктор вы понимаете что это такое от и до не в течении 60 минут кто-то жевал там доказывал а вы раз и за пару тройку минут прочитали описание функционал стоимости трудоем я сейчас говорю немножечко про другое я говорил про элемент блога если вот про блоги я говорю да информацию максимально полную я смогла получить только посмотрев в конструкторе если говорить о полезности самого конструктора то гораздо интереснее и эффективнее искать и получать информацию мне вот сейчас стало оттуда потому что я перестала тратить время на вот те самые поиски и собирания информации по крупицам с разных мероприятий отлично быстро и четко не вот так вот 60 минут исследовать и смотреть а все понятно 60 минут мы разбирали сейчас только познакомиться с одним элементом спасибо с конструктором я за это время успела бы посвящать спасибо уважаемые коллеги я понял что вопросов нет Елена Юрьевна тоже рад вас видеть я со всеми прощаюсь приглашаю вас на следующий вебинар 4 числа по базам знаний тоже там будут грамоты тоже будут сертификаты и тоже будут экспертные на такие игры всего доброго до свидания дорогие коллеги всем всем спасибо за сегодняшнее участие за активную работу сертификаты диплома можно будет получить по ссылке в рассылке который придет после вебинара ссылка будет указана но и также наше награждение наших сегодняшних победителей также в рассылке будет отмечено итак всем спасибо и до скорых до свидания я удаю отмечено я